Сервис Overleaf в первую очередь, наверное, может быть востребован студентами и теми, кто занимается научной работой. Но я слышал, что на него переходят и обычные люди, например, из Microsoft Word. Считай его более удобным. Не знаю, с трудом себе это представляю, но посмотрим. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Это в некотором смысле текстовый редактор, но не классические серии «что делаю, то и вижу», а редактор кода. Хотя, конечно, предельно упрощенного. Поэтому он и разбит на два окна. Слева код, справа то, что получается на выходе. И вот сейчас вы видите, что получается на выходе и, наверное, уже представляете, что нужно сделать, чтобы получить такое, например, в Microsoft Word. На самом деле представляете, что получить такое невозможно. Для личного использования сервис бесплатный, ну и в целом можно сказать, что на бесплатном тарифе он вполне рабочий. Вообще это не просто текстовый редактор, а редактор для работы с системой компьютерной верстки TEX. В наиболее популярном ее изводе, то есть наборе расширения Latex. Не буду даже рассказывать, кому интересно, почитайте. Но смысл в том, что все это не просто, имеет глубокую историю и будет существовать в будущем практически без изменений. Подобно языку Markdown. Ну это мое мнение. Пока создадим простой проект без шаблонов, чистый, потом покажу, что такое шаблоны. Итак, два окна, слева код, справа то, как это выглядит в готовом виде. Наверное, несложно догадаться, что все, что между Begin и End, это тело документа. А тут преамбула. Ну то есть всякая техническая информация, но важная. Ну и также несложно догадаться, что вот эта команда выводит у нас слово introduction. Да еще и с цифирью. А значит, если мы вставим эту команду, то команда Elitex, я не знаю как лучше называть, вставляется обратным слэш и тут есть автопоиск. То есть начинаете набирать по-английски и получаете результат. Вот у нас section и в фигурных скобках слово. Ну название раздела. Для того, чтобы увидеть, что получается, нужно нажимать на компилировать. Вначале непривычно, потом абсолютно нормально. Вот. Получили второй раздел. Давайте добавим третий. И не получили третий. Почему? Вот тут он даже пишет, что не нравится ему отсутствие какого-то пакета. Причем по буквам не нравится, каждая буква не нравится. И тут мы возвращаемся к преамбуле и это собственно главная фишка Overleaf, на мой взгляд. Тут вы сами устанавливаете пакеты, которые вам помогут работать над документом. У нас тут установлен пакет input ENC в той его части, которая позволяет работать с кодировкой UTF-8. И мы доустанавливаем пакет. Делается это командой usepackage. Пакет под названием Babel. Вавилон. Очень иронично, кто знает, тот поймет. Пакет позволяет работать с языками, отличными от английского. В нашем случае с русским. О чем мы также сообщаем программе, но уже в квадратных скобках. Синтаксис всегда такой. Пакетов много, что называется выбирай на вкус. И теперь мы получаем все русские слова в документе. Он подтянул title, а значит title надо бы изменить, как и все другие басурманские слова. Все. Дальше вы спокойно работаете с текстом. Вот так это выглядит. По форматированию тут надо делать целый курс, хотя даже вот этих команд достаточно для форматирования средней статьи. Еще есть subsection, то есть подраздел и sub, subsection. Причем видите, он проставляет уже и нумерацию. Или, например, не очень красиво, когда на заглавной странице у нас сразу начинается текст. Можно вставить page, new page, да. И он запустит текст с новой страницы. Так что по форматированию вам нужно будет посмотреть, поизучать какие-то сторонние источники. А мы посмотрим, что тут есть еще. Еще есть комментарии. Вот тут они у нас. Можно скрыть панель отображения. В принципе логично сначала накидать текст, а потом уже форматировать. Единственное, он, например, не перекидывает строку по умолчанию. А нужно добавить два перехода, тогда он начнет с новой и с красной строки. Хорошо бы это учитывать, когда вы пишете текст. Можно закрыть комментарий, но история по комментариям сохраняется. Можно скачать PDF. Отличный кстати PDF получается, прямо как книга. Совместная работа с документом возможна только на платном тарифе. На платном же тарифе есть чат. Ну точнее есть и на бесплатном, но самому с собой чатиться глупо. Есть история правок, содержит все варианты текста. И даже есть сабмит, то есть возможность публикации. Надо только скомпилировать, есть какая-то редактура не скомпилированная. Так вот, возможность публикации в каких-то научных журналах. Не пробовал, не принадлежу к научному сообществу. Так, тут у нас возможность добавить еще один текст в проект. Добавить какой-то сторонний файл. Язык у нас унифицированный, а значит можете делать где-то в другом месте, хоть в блокноте. Я правда не пробовал. И потом уже добавить сюда. Можно отредактировать название и удалить какой-то файл. Тут меню, не будем касаться. И выход в верхнее меню. То, что мы сейчас делали, мы делали в рамках одного проекта. Можно добавить еще один. Причем, например, используя уже готовые шаблоны. Например, академический журнал и тут вот такой, скажем, шаблон. Выглядит страшно, но. Во-первых, тут есть комментарии, что про что. А во-вторых, кликнув два раза здесь, мы переходим к коду и видим, как это все сделано. А сделано это достаточно просто, если разобраться. Ну то есть даже не разбираясь, а просто скопировав этот кусок кода, вы с легкостью сможете вставлять подобные формулы в свой документ. Продолжения, наверное, не будет в связи с достаточно специфичным характером сервиса. Но если вы углубитесь самостоятельно и действительно найдете его более удобным, например, чем Word, обязательно напишите. Мне будет интересно. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите друг друга.